Здарова танкисты, с вами Слим. Сегодня выпуск будет посвящен одному из лучших фармеров в игре Рагнарёк Т-3400. Это чехословацкий средний премтанк 8 уровня. Данная преммашина имеет отношение к серии премтанков код красный. В эту серию помимо Рагнарёка входит еще КВ-5 Зверь и ИС-6 Гидра. Фишка данной серии танков не только в том, что они красного цвета, а в том, что у них у всех повышенный бонус фарма серебра плюс 75%. Сразу хочу сказать, что за этот бой я получил 444 тысячи серебра, не только благодаря тому, что этот танк так круто фармит. Просто я сыграл этот бой с личным резервом Х2 серы. Ну и плюс играл, конечно же, с премиум аккаунтом. Так что пусть эти заоблачные цифры не вводят вас в обман. В целом, как показала практика, Рагнарёк Т-3400 это действительно добротный дамагер, ведь данный премистый имеет барабан на 3 снаряда. И в целом, то, что на этом танке планка на третью отметку заоблачно задрана и составляет 4000, тоже о чем-то говорит. Танк действительно умеет набивать дамаг, благодаря чему хорошо фармит, но, как вы понимаете, во многом все упирается в ваше умение в игре. Интересно то, что если на Бурасике, которая имеет такую же завышенную планочку на третью отметку в 4К, она частенько выполняется с большим количеством на света, то на красном Т-3400 вам придется в большей степени набивать этот дамаг, ведь на фоне Бориски танк более слепой и с худшей маскировкой. Данная чехословацкая СТХ хоть и получилась достаточно мобильной, она не является очень быстрой, максималка всего лишь 54 км в час. Обзор же у него всего лишь 380 метров, поэтому его скорость, обзор и маскировка не являются выдающимся, это такие средние характеристики, которые трудно отнести как к достоинствам, так и к недостаткам. Что касаемо нашего орудия, то из названия и так понятно, что вооружен данный премтанк 100 мм пухой, главным достоинством которого является барабан на 3 снаряда и хорошая альфа в 320 единиц, что позволяет вам с трех выстрелов наносить чуть менее 1000 урона. Из-за нашего барабана мы соответственно получаем долгую перезарядку, в стоке она составляет 30 секунд. Добавьте сюда еще перезарядку между выстрелами и в итоге мы получаем скорострельность чуть более 5 выстрелов в минуту. Также стоит не забывать, что орудие не является сверхточным, разброс у нас 0.38 и время сведения 2.3 секунды. С такими характеристиками не всегда комфортно стрелять издалека, но в целом учитывая, что данный танк не сказать, что прям совсем картонный, например в боях в чистом топе он может позволить себе играть более агрессивно на средних дистанциях. Но все-таки броню этой СТшки для любого противника пробить не составит труда. Иногда мы что-нибудь можем танкануть лбом башни, или же за счет наклонов брони можем получить рикошет от низких уровней. Еще одним не лучшим показателем нашего орудия является бронепробитие базовым снарядом. Оно всего лишь 205 мм. Поэтому против твердых высоких уровней частенько придется заряжать голду, с пробоем в 240 мм. В обоих случаях пробой снарядов не сказать, что прям комфортный. Поэтому вам частенько придется не забывать, что вы средний танк, у вас есть мобильность и вы обязаны использовать ее для того, чтобы обходить врага. И если речь идет про твердую цель, вам обязательно надо не расстреливать барабан в лоб, а заставать противника врасплох и выдавать три пульки в борта или корму. Что касаемо оборудования на данном танке, то ему из-за барабана недоступен орудийный досылатель. А учитывая вышесказанные минусы данной преммашины, оборудка не решает все проблемы. За счет просветленки мы улучшаем наш обзор в 380 метров. Он конечно же не станет лучше, чем у конкурентов, но по крайней мере с ним нам будет проще пересвечивать тяжей и другие плохо замаскированные цели. Но к сожалению даже с просветленкой противостоять более глазастым ЛТ и СТ мы себе позволить не сможем. За счет стабилизатора вертикальной наводки мы улучшаем комфортность стрельбы данного танка. Ну и в третий слот я установил улучшенную вентиляцию, которая в целом на чуть-чуть улучшает характеристики нашего танка. Как вариант, вместо улучшенной вентиляции на данный танк можно установить улучшенный камуфляж. Потому что во время выстреливания барабана вы частенько ловите лампу, ведь у данного према не лучшая маскировка. И возможно оборудование улучшенный камуфляж решит эту проблему, но на практике я его не использовал. Кстати, несмотря на то, что данный танк имеет красный раскрас, не забывайте на него вешать прозрачный камуфляж. Это тоже добавит ему маскировки. Кстати, по характеристикам орудия упустил еще один немаловажный момент. Угол склонения минус 8, угол возвышения плюс 20. Минус 8 это в принципе то, с чем уже более-менее комфортно играть. Но к сожалению Т-34-100 достаточно высокий танк. И из-за строения корпуса и башни пушка у нас находится достаточно высоко. Поэтому Рахнарёк это тот самый танк, на котором с минус 8 не всегда комфортно играть. Например, заняв высотную позицию, частенько бывает, что танку у ВНов не хватает. Несмотря на то, что Рахнарёк Т-34-100 действительно добротный танк, и скиловики ввод консоль на нем действительно делают нереальные вещи, я от данной прем-машины не особо фанатею. Несмотря на то, что я люблю СТ и барабаны. Ну реально мне Ариэта Проджета или же тот же ТЛ-1 ЛПС понравились гораздо больше. Но это исключительно мое мнение и не факт, что у вас будет точно так. Наверное главные претензии это точность пушки у ВНы и обзор с маскировкой. Учитывая характеристики, недостатки не критичны. Но являясь владельцем других премтанков в ангаре, сажусь на Рахнарёк не особо охотно. Если бы не контракт на Плакбрингер, который заставляет нас играть на СТ, не знаю даже когда бы я взялся за этот гайд. Кстати, еще одна возможная ценность данных премтанков их редкость. Если не ошибаюсь, их нет в постоянной продаже. Да и со скидкой они продаются весьма редко. Хотя красные и синие танки уже были замечены в спецах. Среди красных танков в плане фарма Т-34-100 Рагнарёк действительно лучший танк. Ведь ИС-6 Гидра весьма сильно пострадывает с десятками. Ну а КВ-5 Зверь получился весьма слаб. Танкисты, а у меня на этом все. Пишите в комментариях, какой премтанк вы считаете лучшим для фарма Серебра. Не забудьте поддержать данный видос лайком. Не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Желаю вам удачи в рандоме. До новых встреч. Пока. Орудия готовы к стрельбе. Противник засек нашу позицию. Сосредоточиться на этом квадрате. Орудия готовы к стрельбе. Мы отдаем. Противник осталось только одна машина. Сосредоточиться на этом квадрате. Орудия готовы к стрельбе. Уже не обработана. Орудие готово к стрельбе. 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 Орудие готово к стрельбе.